Ранним утром в подземном пешеходном переходе около Дворца спорта «Динамо» как всегда многолюдно. Горожане спешат по своим делам, пробегая мимо тех, кто уже на рабочем месте. Специалисты тем временем замешивают состав и готовят пол, чтобы уложить здесь новенькую плитку взамен испорченной. Всего в Краснодаре 18 подземок. Больше половины из них уже привели в порядок. Был у нас сделан пять лет назад полностью капитальный ремонт. Почти все пешеходные переходы были преобразованы, были входные группы сделаны, галереи были сделаны. Я считаю, что это должна быть работа у нас на постоянной основе, чтобы мы не дожидались периода времени, когда здесь всё потрескается, плитка поваливается, невозможно будет передвигаться, а уже непосредственно поддерживать это техническое состояние в ежегодном формате. В этом переходе уже починили освещение и проверили видеокамеры. Замена поврежденной плитки – финальный этап. Евгений Первышов также поручил обследовать систему водоотведения и улучшить её функционирование. В этом году разные виды работ проведут во всех подземках города. Где нужно, заменят перегоревшие лампочки, подлатают покрытие стен, пола, ступенек, очистят поверхности от рисунков и наляпанных объявлений. И уже в октябре они будут радовать жителей опрятным внешним видом. А этот пешеходный переход около Екатерининского зала настолько нравится жителям, что некоторые из них решили украсить его на свой вкус. Только пару недель назад здесь навели порядок. И посмотрите, стены снова пестрят граффити. Вот такая благодарность от жителей. Одна из причин, почему вандалы остались незамеченными, а потому безнаказанными – отсутствие здесь видеонаблюдения. Им пока не оборудованы всего четыре подземных перехода в Краснодаре. Чтобы специалистам не приходилось заниматься мартышкиным трудом, глава города поручил установить камеры в оставшихся подземках. И тогда сотрудники ЕДДС смогут в режиме онлайн следить за порядком во всех переходах и практически за руку ловить хулиганов. Практика есть. Уже вандалов и граффитистов, которые в неположенных и установленных местах у нас разрисовывают стены, вред наносят. Есть административная практика и по привлечению к административной соответственно ответственности. Поэтому заявку подавайте, поставим видеонаблюдение. Ну и, конечно же, нужно менять отношения. И люди-то видят. Движение людей достаточно большое здесь проходит. Разрисовывают стены. Я так понимаю, что никто не делает их замечания, ничего. Ну, приятно, что ли, находиться в таких условиях. Встретившиеся на нашем пути случайные прохожие этих свободных художников не видели. А вот результат их работы, как мы выяснили, им тоже не по душе. Вот эти росписи нет. Это ужасно что-то. Нет, я думаю, что это никому в городе не нравится. Изрисованные, может быть, и красиво, но просто исписанные тем, что в голову пришло, непонятная символика. Это не очень. Как только здесь установят видеокамеры, количество желающих оставить автографы на стенах сократится в разы. Следить за порядком во всех подземках обязательно будут на постоянной основе. Но и на этом работа не закончится. По поручению Евгения Первышева в Кубанской столице будут капитально ремонтировать и модернизировать как минимум один подземный переход в год. Первый на очереди комплекс на пересечении Старокубанской и Ставропольской. Там работы проведут уже в следующем году. Анастасия Федотова, Алексей Попов, Юлия Дейнега, телекомпания «Краснодар».